Чтобы попалась еще ярмарка, все-таки какой-то, секрет твой? Это Бунием Лизмичина. Кто это? Это Бунием Лизмичина. Знакома, да? Это ансабль. Ансабль, да, помню. Это Сергей Бубка и его жена. Тоже после соревнований, он очень устал. А это такой был мальчик интересный. Он ехал в трамвае, и дамка такая была. И я его сфотографировала. Такой хороший был мальчик. А сколько лет ты занялась фотографией? С трех. С трех? Да. У тебя сразу получилось? Ну, не все же сразу. Ну, не все же сразу, получается. Это Крылов. Да, это видно. Папа помогал сначала, конечно. А папа фотограф? Он в газете? Или он сам фотограф? Да, тут я не помню. Друзья не завидуют? Три сверстники? Я не знаю. Ты что, в школу не ходишь? Да нет, я потом приезжаю и с мамой догоняю. Ну, хотя мама болеет, но я за ней ухожу, ей помогаю. Это Каштан. Тебе платят гонорары за твои работы? Нет. Нет? Просто так работаешь? А последователи есть у тебя? Делаю. Кто-нибудь пробует? Сейчас все пытаются подражать. Кто-нибудь еще делает? Из детей, да? В твоем классе? Не знаю. Ну, примерно твоего возраста. Не знаю. Ну, у вас в студии-то есть, наверное, занимаются ребятами? А можно как-нибудь чуть-чуть? Нет, меня папа учит. А в студии ты самый младший? В какой студии? У меня нет студии. Нет студии? А вот ты сказали, я ему обожаю. Нет, я в лабораторию. А, понятно. Самый трудный снимок твой? Куда? Самый трудный снимок? Знаете, я даже не знаю, какой самый трудный снимок. Трудно сказать. А ты, по-твоему, где-то выставлялся на вот такой вот международных выставках? Какого уровня? Нет. А ты уже выставлялась, наверное? Да, я уже у меня была. Во многих странах выставки. В Германии были выставки. Как ты для него еще подобралась? Я... Как это было? Я пробралась под ногами охранников, потому что охранники-то смотрят вот так. А я под их взглядом проникла и... Это неожиданный был для него этот снимок, да? Да. А у него есть этот снимок? Кушми, президент, кушми. Я его еще утром сняла, а потом уже вечером на пресс-конференции я вот это же пробралась, дала этот ему снимок, подарила. И он так говорит, и он говорит, вот смотрите, как надо работать. А где это было? Это было в Донецке, он приезжал. Ну, не, он не жил. Шнектером приезжал, баснило. Шнектером приезжал он. Ой, я не помню. А каким аппаратом ты работаешь? Кэнон. Кэнон, да. Настя, а ты можешь дать свой телефон домашний? Можешь? Могу. А, давай левом, мне визитку, да? Да, дай визитку, да, пожалуйста, потому что я без оператора на этот раз. Настя, молча. Сейчас, 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 все, дам. Сейчас, все, дам. Сейчас, да, все. Что ж, какая ты была? Да, дам. А ей вот легче от того, что она видит, как она переносит болеть. Настя, хобби твое еще. Настя, кроме фото. Ну, она болеет, я ей помогаю, ухаживаю за ней. Она мне с уроками помогает. Так, ваш вопрос. Кроме фото, какие у тебя хобби? Какое у тебя хобби? Раньше я занималась бальными танцами, на музыку ходила, но потом, раз я так усердно стала заниматься фотографией, даже некогда. И на музыку, ни на танцы времени нет. А какой ты камерой снимаешь? Канел. Я его получила на интерфото, на соседе Сергея Бубки. Там два фотоаппарата, два фотоаппарата, что я говорю, два объектива, одна вспышка, вот эта сумка, штатив. А ты могла бы приехать в Харьков, сейчас там будет фотовыставка Израиля, привезенная, вот днями. Это кому надо, маме сказать? Папа. Да, вот здесь, сзади. Настя, можно визит? Да, конечно, конечно. А у вас есть визитка? Я тебе обязательно дам визитка. Да, кстати, давайте. У вас есть визитка. Я тебя оставлю. Настя, я тебе обязательно дам. А где твой папа есть? А с кем ты встречалась из уже таких взрослых, признанных мастеров фото, с другого художника? Кого ты знаешь? С кем ты общаешься? Я знаю, ну, допустим, в Донецке. Вы откуда? Я из Запорожья. Ну, у нас в Донецке есть такие... У нас в Донецке есть много разных хороших фотокорреспондентов. Есть хороший фотокорреспондент, старенький, дядя Гриша, я его называю. Он тоже очень хороший фотокорреспондент. Ты с ним общаешься, ты от него набираешься опыт? Да. Как он оценивает твое творчество? Что он тебе говорит? Ну, он тоже рад, что... А когда, в каком году ты стала членом Союза журналистов? Когда мне было 7 лет. То есть 2 года назад, да? На фестивале, наверное, после фестиваля вот этого, да? Какого? После первого? Нет, нет. Это было еще раньше. А, наверное, было в прошлом году. Ага, так, показываю дальше, подогревай. А сколько у тебя вообще работало всего? Настя, считала? Ну, я не считаю. Ну, хотя бы приблизительно. Близительно, я не буду тоже, но выставить. У меня много фотографий. Это какая-то, может быть, десятая часть. Ну, ты только снимаешь, а проявляешь, а фотографируешь? В лаборатории, да. То есть в кодеке с кем ты сотрудничаешь? В кодеке с кем ты сотрудничаешь? Я в лаборатории. Ручная, ручная, да. А, точно. А пленку какую используешь? Лучше пленка фуджи. Фуджи, да. А чем она тебе больше нравится? Она более качественная, более пленка. Это в церкви. Так, теперь кучму показываю. Так, это вот. Настя, а ты гонорары получаешь? Нет. Ну, нет. Я свободный фотокорреспондент. Нужно зарабатывать на пленку, на жизнь, в конце концов. Как-то охожусь. Папа помогает. А твои фотографии где-то в каких-то газетах донецких печатаются? Нет, я свободный фотокорреспондент. Ты делаешь для себя, да? Ну, в эксперт-газете, в московской, это московская газета. В эксперт-газете там. А как на тебя вошел Молчанов? Я была в Москве, и он пригласил меня, и я, он у меня взял интервью. Тебе сложно было с ним беседовать? Нет, он очень хороший человек, компетентный, и с ним хорошо беседовать. А ему с тобой? Я не знаю, наверное, да. Это вот с Подкопаева. Кто это? Подкопаева, Олимпийская, Олимпийская, да. Это вот украиночка. Это подружка? С флагом. Нет, просто украиночка. А, просто украиночка. На день города. А Никулина это в Москве или где? Это у него в цирке. Это? Нет, Никулина. Это у него в цирке в Москве. А часто ты бываешь в Москве? Я была вот недавно на Интерфото в Москве, и была у меня выставка на Интерфото, то есть не на Интерфото, а у меня была выставка в фотоцентре в Москве. Вот, это вот. Каркуша, как я его? Это это Хрюша. Хрюша. Какие у тебя есть фотографические награды, скажем так? Я на первом фестивале журналистов получила медаль за миротворческую деятельность. Миротворческую? Да. В чем это являлась я? Миротворческая деятельность. Или там, в это... Карпатах или Карпатах? В Снях, да. В Снях. В чем ситуация миротворческая деятельность? Снимки, да? За снимки? Да, за снимки. За какие именно снимки? Это под Капаева. За то, что я снимаю, фотографирую. За все снимки. Настя, где ты здесь живешь? В каком номере? В 326. Замиротворческая деятельность? 329? 66. 66. Замиротворческая.